Вот здесь я был, Господь сподобил. Когда ты был здесь? В 1980 году. А что тогда было? Мы отмечали здесь 600-летие победы, со дня победы на Куликовом поле здесь. Здесь состоялась битва русских и татаро-монголок. Вот говорят там, говорите, монголы, татары. А я по-старинному говорю, татары-монголы. И вот когда решили праздновать 600-летие, то выспротивилась Татарстану. Сказали, что это мы татары не те, которые вас обижали, которые пришли на Русь. Мы с вами дружбы дружим. Давно уже дружбы дружим. От православной татары. Но битва была значительна для Руси. 600 лет после этой битвы пала татаро-монгольская ига. В Москву вы сюда приехали? Из Москвы ведь ехали, да? Мы приехали из Москвы делегации. В Москву примерно. Здесь в 6 утра был сентябрь на праздник Пресвятой Богородице. На Рождество, да? Пресвятой Богородице. В Москву состоялось на день Рождества Пресвятой Богородице. Мы приехали, и тут было кровавое небо. Восход солнца. Такой же пейзан был. Такой же восход кровавый, как 600 лет тому назад. У меня сохранился значок такой уникальный, коллекционный теперь. Значок посвященный... В общем, состояние природы было такое же, как и описано в повести Задонщина, да? И вот здесь было все кружено войсками, войсками русскими. А почему? Потому что боялись, что татары возмутятся и придут сюда. Вот так в наше время, в 80-м году. А зачем придут? Добились того, что праздник состоялся. Этим добились, и это заслуга большая, наших космонавтов. Рукавичников, там, и другие. И они настояли перед правительством, поставили вопрос, что надо праздник этот проводить. И вот смотрите, вот метрополитен дал такие вот кусочки мрамора. Уникальный мрамор, такой вот мрамор красивый. На Яшу похож. Маяковская. И смотрите, какой сделан хорошую, красивую дорогу. Вот эту дорогу. Памятник Брилова, да? А это памятник Брилова. Здесь художник Брилов, а это брат его. Двоюродный. Двоюродный брат, да. Он был скульптором. Ну, памятник необычный. Он был не скульптором, а был архитектор. Это его проект. Это памятник священной Кольковской битвы Дмитрию Донскому. Ну, с одной стороны, тут видно, что Дмитрий Донской и крест, да. А с другой стороны, здесь вот купол и меч. То есть, такой своеобразный. Вот там за храмом, за памятником поля Колькова. И там река Неприадва, да? Там река Неприадва, но она в монастырщине с левой стороны. Там храм Пресвятой Богородицы монастырщина, а здесь храм воемикона преподобного Сергия Радонского. А кто архитектор? Щусев. Благословил Дмитрия Донского и русское воинство прийти сюда и биться с татарами. Они бились и победили наши русские воины. И вот это, конечно... Ушли на поле Куликова, как говорил и писал Гумилёв. Серпуховчи, там, москвичи, суздальцы, владимирцы, а возвратились все русские. Русские были, да, уже русские. Уже Россия освободилась окончательно от татар-монгольского ига. И, как говорил еще историк Карамзин, от татар-монгольского ига, и вообще от побегов татар и монголов освободились многие западные народы. Здесь было очень все красиво. Здесь хор Юрлова. Когда ты приехал, да, сюда? Да. А кто в делегации был с тобой вместе? В делегации были лучшие люди Москвы. Кто? Которые охраняли памятники. Я вот охранял памятники, делал фильмы по охране памятников. И меня включили в состав делегации. Ну, например, кто еще кроме тебя был? От меня были там из Госкино были люди. Писатель какие? Охрана памятников, писатель Леонид Леонов. Лес, который написал. Распутин, да? Распутин был, да. Ну и многие были, как бы, русские люди, которые, да, вот, почитали историю. Ну, это был великий праздник, 600-летие Куликовской битвы, 1980-й год. Вот уже прошло 44 года почти, да? Такие гирлянды цветов подносили памятнику. А по небу летел вертолет, и оператор ЦССР, Центральной студии, Докута Леонидович, сверху снимал. А мы снимали снизу. И вот этот материал у меня сохранился. Сама торжественная часть. И утром здесь было представление такое. На лошадях русские воины в доспехах. И, как бы, одни были, одна сторона, и татары-монголы, другая сторона, битва была разыграна театральным способом. Это тоже у меня пленка. Театральное представление, да? Уникальные пленки, они сухоренились у меня. Ну, хорошо. Конечно, здесь здорово, хорошо. Вот я смотрю, скамья, как онегинская. Ну, не совсем онегинская, но все-таки похожа, вот, как в Михайловском, в Тригорском, там такие скамьи. Примерно. Сюда мы пришли, потом в храм, зашли. Зашли. Да, храм недействующий, как помолились. Что с вами священники были? Ну, мы помолились все равно, потому что были храмы недействующие, да. Ну, да. Что здесь? Здесь был отреставрирован храм. А сейчас это по горе Троицы Сергийской лавры. Здесь был отреставрирован, а в монастырь храм еще не было отреставрирован. А здесь был музей в этом храме. А здесь музей был, да. Ну, а теперь, слава Богу, уже храм. И есть священник, и служба дуд, но народу очень мало, потому что... Красивый там иконостас серебряный, да? Сейчас, да, роспись прекрасная. Красивая икона, роспись прекрасная, конечно. Он в дневномском стиле сделан. Архитектор Чусев. Да. Известный архитектор. Чусев построил 40 храмов. То есть, не построил, а по его проекту был построен 40 храмов в России. О, ласточки летают, да? Ласточки. Вот недавно, видно, провели реставрацию. Видишь, все чистенько. Все хорошо. Интересно. Одинiera. Продолжение следует...